Сейчас мне 87. Да это упал неудачно. Ну, конечно, не буду я под бандитскую пулю. Ой, конечно, супротив того, что было, уже, ребята, не то. Так еще могу пробежаться, пройтись. Вот, ну, конечно, ну и собираюсь, я и пойду. Одно мне вот нужно сходить место, это западный Баджал. Вот, а потом передам вам, чтоб туда толпа. Сам, может, свожу туда толпу, покажу, что можно туда даже вот от пяти лет и до моих лет. Я помню его, когда что, я же вот перед самой смертью его, был у него. Он меня как, все, с меня отчет полностью взял. Ну, я смотрю, вроде бы, так ничего. Вот он буквально дня через три, что ли, мне приди. Вот, ничего, приди, надо, чтоб ты пришел сюда. Я пришел, ну и все. Вот. Из тех, с кем он работал, вот с кем зашли туда, он зашел на тех пресках, работали. Он и так больше всех прожил-то. Вот, больше всех прожил. Мои пацаны, вот, сейчас бы им было столько, даже меньше им бы было. Им бы сейчас лет по 80 только было. Потому что я старше их был. Вот, я уже в армию ушел. Они еще пацанами бегали. Вот, и они после этого, как раз начались веселые года, все тут прочее. А работы-то на Приске не было. Там в то время разные шулера в стольни заходили, в стольни заходили и молотили. А рабочих кого? Мужиков там один-два, и они, большинство тоже были сирикозники. Вот их и брали на работу. Они же слышали и знали, как говорили, раньше работали. Чтоб забои оббурить, так ему надо полтора часа мокрый, с мокрым бурением. А он мог это дело все за 30 минут сделать. Но там даже ничего не видно было, пыль такая стояла. И после этого, после смены, только иголка в ноздри проходила, как пылью забивалась. А пыль-то все-таки эта кварцевая, она страшная пыль. Какие там респираторы, никто там нет. Вот с мокрого бурения сам и был тебе респиратор. Все. Это помню, у меня во всяком случае сильно развито, и видать, это мне сильно помогает, много. Вот, зрительная память. Понимаешь? У меня есть камни, есть камни. Ты мне начни говорить. Спрашивают, пятое, десятое. Все. Ну да, вроде это самое. Камень мне дай, и я тебе скажу. Может, полностью дату не скажу, когда, а скажу откуда. Вот. Видишь? Там вот этот отвал, по которому ходили-то мы, вот, лазили. Это самое, ну, ну, что там, ну, может, там наберется килограмм сто, сто пятьдесят. Это максимум может набраться. Потому что, видишь как, подходные там штряка, аквешлаки эти проходили, это вся порода вот там лежит в этом отвале. Понимаешь? А там проходил прожилок, прожилок, ну, ну, кого, ну, два, ну, миллиметр, полтора такие, даже и меньше. В них значки были. Золото было. Причем мелкое золото там будет. Вот. Оно же все сейчас в отвале, а порода это развеет. Вы видели? Набрали пыли. Набрали пыли. И я вам показывал. Да вот мелочи сколько было. Только одна эта пластиночка была. Более-менее уже видно, что раз пластинка, она где-то с прожилка. Вот. Они из-за этим, конечно, не полезут. Потому что завозить туда оборудование, это же надо все дробить. Надо это самое. А при ныне, при нынешней-то вот развитии технологий, я так вот, когда кое-когда кое в чем интересуюсь, я уже понял. Вот. Если раньше считались, тогда, когда я вот ходил работал, считали, 3 грамма на тонну, это считали все, забалансовые руды. Они вообще в подсчет не входили. Понимаешь? А сейчас берут полтора, два грамма, это уже, только чтобы масштабы были. Понимаешь? Потому что техника, идет развитие техники, идет улучшение технологий, обогащение. Вот. И это уже все идет. И потом сейчас же, сейчас, берут-то, то есть золото, оно местами как попутное. Сейчас и золото такое, тут будет, типа, считаться золоторудным, вот. А брать-то будут там совсем другое. Вот дед Орлов оставил мне, понимаешь, загадку. Оставил мне загадку. Вот. Я все, вот как-нибудь, а потом уже когда геологом я с ним встречался, вот. И говорили, ну, как-нибудь я туда доберусь. Поджатки. Там есть ущелье. Сразу в него входить, оно не бросается, оно незаметное так, его искать еще надо. А когда зайдешь, там буквально, как дед говорил, метров 15 всего пройдешь, все, сходятся стенки, ну, отвесный, типа, каньон, от такого идет. А туда, говорит, как заходишь, там буквально через 15-20 метров стояли китайские дробилки. А знаешь, что такое китайские дробилки? Не знаю. Это, значит, как коромысло воду вот набирать, значит, на шестенном этом, шест у тебя, а на конце шеста веревка или что, и привязано, пест привязан, внизу стоит ступа. А на начале шеста, вот, там делается ящик обыкновенный. И под ключ, с ключа вода туда заходит. И вот вода наливается, 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 как пол нанялась, ступа, это, пест перевешивается. Ящик резко раз, вниз, ступа поднимается. А как он только вниз упал, вода половина там или треть ящика, хлоп, он перетягивает и бьет ступу. И вот такие ступы по всему этому ключику, говорит, стояло, китайцы там, долбили, промывали, и оттуда золото. И, говорит, я много не полез, ну, где-то метров пять всего, как жила идет сама. Вот. И вот они эту жилу долбили, никакого укрепления, ничего, там стенки были нормальные, держали хорошо. И они туда долбили, и сюда вытаскивали, и тут долбили. И это самое. Вот. А там ниже по этой джатке, на устье. Ну, только, может, час, если кто, это вот дикари, понимаешь, залезть. Там брали россыпи, если она была меньше 20 грамм на куб, ее не брали. Понимаешь? Ее не брали. И вот там, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая была катавасия, возня. Вот. Вот, я не знаю, вымали сейчас там или не вымали. Есингу всю прошелушили. Вот. Есингу-то всю. Ну, все считают, что это легенда, что они сюда, сюда они шли. Что? Водку свою и спирт тащили. Шелка тащили. Вот. Наркотики тащили. Вот. А отсюда металл. На них же и охотились, на китайцев. Спокойно. И они в лунную ночь только назад возвращались. Вот. Ой, мать, батя-то мой. Хорошо знал это дело. И друзья его тоже знали. Я знаю, что. Я... Ну, так вот получилось, что он пришел. Я сказал, дай. А че так? А тут зверюка замучил. И вот я только запомнил фразу. Что? Ладно, на, но смотри. Если у Лиштая утром не отметишься, смотри, спиняй на себя. А Лиштай был у нас приемчик золота. Вот так вот. Вот мы пацаны были. И чуть не у каждого, кто на руднике там работали, у каждого бутарка была. Понимаешь, огород и тут же бутарка. Ну, бутарка как корыто сделана. Вот и там грохота стоят. А внизу лежит мат. Батя пока там. Я вот приду на огороде, там картошку надо полотить или еще что. Вот тачку качает тебя вот так вот. А вот батя идет и так в шутку. Ну что, артельщик, возьми пай. Дай-ка и я добавлю. Он пару тачек кинет туда. Все, тут же промыли. Раз, раз, раз. Мелость она не нужна. Вот один, два, три там знака сколько будет таких хороших. Ну что можно сразу же тут обработать. Вот я почему, я говорю, я с пеленок, чуть ли не с пеленок, с лотком работал. Приходишь, вот этому лиштаю, вот, в пакетик туда, в окошко это. Отдаешь, он к себе там еще его отдувает, все. И все. Если есть что, а на золото, золото получилось, бонами. А что такое бон? Сейчас я покажу. Как здесь, видишь, шапка написана. Здесь вот так примерно. Вот там, я сейчас не помню. Или было написано билет, банковский билет. Значит, ты, 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 достоинством стока-то. Были рублевые и были 10 рублевые. Там, значит, ну, все так написано. И идет графа. Написано, допустим, 10 рублей, 20 рублей. И так вот они, до 100 рублей. И рублевые были. 10 копеек тоже так, до рубля. Вот. И ты приходишь. Приходишь, это самое. А в золотоскупке там только не было птичьего молока. Там абсолютно все было. Понимаешь? Вот самое. Ну, в основном, много было импортного. Это вот американские продукты. Вот приходишь. Короче, буквально на 50 копеек я толпу мог угостить. Это даже человек 10. Больше человек 15. Это что? Урюку набрать. Печенье набрать. Ну, и вот такое вот. И вот она, значит, ага, на 50 копеек. Она вырезает 50 копеек. И все. И потом уже, когда остается там тебе, тебе где-то 10 или меньше 10. Все. Приходишь, отдаешь. Она начинает вырезать. И у тебя так, что я сам. И забирает эту бумажку полностью совсем. Вот. А в государственном на деньги. Там пару какого-нибудь сица, может, лежало. Пару-тройка калош. Сейчас они, это, музейная редкость, эти калоши, как там были. А алкоголь в золотоскупке. О, там такой алкоголь был. Такие вина были. А импортные, да. Я тайком у бати, тайком у бати. Ну, друзей своих угостил, там, по водку, все. И в Ригу приехал когда. Это вот. Ну, и пошел в магазин. Ну, и тоже винца взять надо хорошего. Вот тут угостить все. Вот. И она мне давай предлагать. Вот, говорит. На, испанское, отличное, хорошее вино. Туда-сюда. А бутылки такие пузатенькие. Современные. Ну, так. Ну, ладно, давай попробуем. Вот, я что-то не верил в них, особенно так. Потому что попадались и какие-то, я. И вот я, когда за столом стали пить, и вкус этого вина, понимаешь, у меня как вот перед глазами бутылка эта закупоренная все, бати. Открыта уже, правда, бутылка была, с которой мы воровали, так сказать, тихоря. Ё-моё, так это же вино. Вот у бати такое. Боны это отменили уже после войны. Вот, после войны до смерти Сталина. Вот. Потому что мне было где-то лет 7-8. Как же фамилии? Матик в Золотоскубке, вот как раз на Троицком, на этом Троицком, в Золотоскубке работала уборщицей. А продукты у них, прям дом их рядом тут был, у них, значит, два пацана было. Старший Витька, по-моему, а младшего я уже не помню. Вот. И они там. И как, значит, двухстворчатые такие ворота. А какая-то получалась такая выбоина по центру, как туда выйти, заходить. На горке так еще наклонно стояли. И ставилась доска, вот чуть ли не с этот стол, шириной, на всю длину. И вот мать, когда ходила туда, продукты брала или еще что, это она приносила туда. Вот. А на эту доску. Этот Витька с этим, с меньшим братом. Каким-то образом. Ну, матери, или помогал он, или что, и он увидел маму, там это печенье в пачках стоят открыты. Ящик конфет открытый, ты-ты-ты-ты-ты. Ну, и в один прекрасный день мы там куда-то что-то встретились, и он... На! Держи. Конфетка. Ты держи. Ты не спрашивай, где взял, а ешь. На следующий раз он... Были тогда, говорите, грохотуньки, дунки нарадовать, грохотуньки такие просыпли. Он снова принес все. Ну, а потом, Кузька-то у нас своя была, он нам и говорит, вот так и так. Значит, здесь хорошее место, то потихоньку надо там. И сильно по многому врать не надо. Он немного старше нас, видать, был. Ну, и мы так. Он нас расставит. Кто, где, чего, смотреть, чтобы никого не было. Это у меньшего, у малого брата доску опрокинет, тот в эту дырку шмык туда. Там наберет, оттуда доску опять сделают все, и мы туда. Ну, и все, ничего-ничего, а ревизию стали делать. Вот, ё-моё, а куда это все делось? Ну, и что? Ну, и они поймали жуликов. Она-то даже не знала, что это ее дети. А когда поймали нас, короче, поймали только их там, я не присутствовал. Я только, батя вечером пришел, вот, и говорит, ну что? Надо, говорит, нет. Воровали, говорит, те, а ели-то все вместе, значит, соучастники. Придется, а я слышу, с матерью разговаривает. Придется, говорит, не, платить надо. Хочешь, не хочешь. Я уже пошел, когда заплатил, пришел ко мне. Эту бумажку какую-то там. Я еще толком читать побоюсь не умел-то. Вот, говорит, на, смотри, если в следующий раз только мне придется платить, я с тебя шкуру спущу. Понял ты? Косульниковый, во, Косульниковый. Вот. А ну как какое? Он мне как, вот, он мне говорил, ну, было там, допустим, потом я уже старше был, ну, взрослее все-таки был. Знаю там это все. Что-нибудь такой разговор. Сынок, говорит, с золотом не связывайся. Это, говорит, кровь человеческая. А мы ли все? Воскресенье ж было одно. Понимаешь? Воскресенье было одно. Вот. Вот. И сначала, вот, вот, там были пятые, потом я уже, когда пришлось мне работать и полить, я уже работал, вот. Вот были, это самые, блоки, блоки, понимаешь? Там рудное тело, кварцевая жила, кварц прожилковая такая жила, она была максимум, если 60 сантиметров было, а то она доходила где-то примерно 35-40 сантиметров. Так вот, в ней, по висящему контакту, где-то вот примерно с этот карандаш шел прожилок такой, почти черный он был, как этот самый. И вот его берешь, вот так вот раз, он согнулся. И только когда выпрямлять начнешь, он ломался. Вот сколько в нем золота было. Понимаешь? Приск работал месяц. Делали генеральный, съемку делали. Вот, в конце месяца. Ну, где-то за неделю уже. Это самое, делали съемку. План? План. Значит, ну, было так. Самый минимальный был, доходил, что где-то 45 процентов. А там, ты знаешь, что есть, ты план не дал? О-о-о, паря, там много было дела. Все, это значит, жизнь обрывалась. Вот, один блок был. Был начальник Приска, Грицун такой. Вот. Вот он в путевке расписывался. У него три цвета было. Красных карандаша. Бордовый, чисто красный. Красный и такой какой-то розоватый. Вот. И чисто красный. Вот. Вот он если расписался бордовым, понимаешь, значит, ни одного шпура, который вот блоки только специальные, не поли. Хоть на уши становись. Все, все, что хочешь делай. Все. Пусть тебя наказывают, все. Потом он тебя только вызовет туда, в контору. Ну как? Да вот так, и так, и так. Я уже это-то. Терпи, надо. Все. Молодец. Можете домой отдыхать. А почему не давал? Потому что он настаивал. Вот там он в совершенстве знал. Все штольни эти, все знал, где золото. И он старался, это как вот заначка. Потом, когда его с центра забрали, куда-то увезли, как сказали на повышение, но я не верю в это. Его куда-то, чтоб не мешал. Так вот эта кучка, директор, главный инженер, прескал, главный профорк, все. Они как только его убрали, Шипилов такой, поставили его начальником. Вот можете представить, квартальные премии они получали, так на эти квартальные своим женам с морских котиков шапки покупали. Они загнали так, преск, люди по 7 месяцев зарплату не получали. И вот его забрали, этого Грицуна, уезжали оттуда. И все, и пошло, кутирма и поехала. Вот. А если бы так вот работали, ну вот что они и лезут-то? И сейчас туда китайцы и все прочие. И наши же туда возвращаются. Нет, убейся, так за... Были, ну это... А так, чтобы... Это нет. Вот. А так, чтобы нет. Я знаю, что там банда была, банда была. Вот. Их человек... Наверное, около 10, если не больше было. Юрченко такой был, организовал. Там же как было? Первая смена, допустим, откаточная. Вторая смена, это бурильщики заходят. Третья смена, это взрывники, отпальщики. Вот. Но я же сам работал взрывником, я же знаю. Вот мы заходим, и начинаешь, ага. А там-то уже были выборы, которые имели с поверхностью, связанные-то. Вот. Надо тут... И оттуда газ пойдет туда. Значит, ну, стой, стой, стой. Я уже знаю. У меня в путевке-то все написано, взрывчатка с собой. Вот. И начинаю, значит, вот сумконос, который со мною, вот сюда вот эту заряжай. Все как положено. Тут. Значит, сам пошел, зарядил, и он мне вот самое... А в забое, я знаю, что никого, абсолютно никого, кроме меня и этого самого, со мной который. Вот. А то, если много забоев, обычно, у нас двое взрывников заходило. Все. Отпалил один, да и так вот по порядку, и я к выходу. Отпалил, и когда ухожу уже со своими, со всем, допустим, я обязательно должен включить рубильник вентиляторов. Все. Вентиляторы начинают работать, все вытагивать. А они через выработку уже знали, в каких забоях хорошее золото. Понимаешь? Противогазы там, маски разные, все. И с рюкзаками туда ныряли, нагреб золото, и быстрее наверх. Вот. И отдельно, как старатели, там старались. Все. И их поймали. Ну, короче, стали, что кто-то золото ворует все-таки. Вот. Ну, и поймали их. Прямо самая бригада там привезли. Туда прислали. Все. И они как с рюкзаками выходили, их там человек шесть, по-моему, или семь, сгребли. Ну, а когда след, все, все юбченько. А почему я знаю? Мы с батей пошли на Ессингу рыбачить. Вот. Вернее, не Ессингу, а Амбахта называлась так эта речка. Пошли рыбачить. И на южном, это, восемь километров от поселка там же был большой лагерь зэков. Вот. Его, когда прошли уже за лагерь где-то, отошли километров пять или шесть. И нас двое встречают верхом, нет, трое даже встречают верхом на лошадях. Вот. И две собаки. Ну, мы с батей встали сразу, и команда, и собака эта. И этот подходит старший их офицер к бате, и, значит, смотрю, они как знакомые разговаривают, все поговорили. Он говорит, смотри, Ванька, ты, говорит, это, и зря еще и пацана взял. Юрченко-то, говорит, сбежал, он где-то здесь. Вот. Смотри, он, это самое, батя говорит, да я ж знаю, что ты мне рассказываешь. Нет, ребята, он это не будет, слирит оставлять, зачем это ему? Нет, говорит, он сейчас, ну, и что-то он сказал, где вы, говорит, лучше вот там-то, там-то проверьте, если хотите его. Вот. А он, говорит, тут уже отсюда давно соединял. Там был лагерь, как таковой, один. Вот, один был. Но народу там не знаю сколько, но много. А вот от лагеря уже потом отправляли, там получили. Штольни-то, это, в лагере, в лагерях там много было. Их как, привозили, все, они фонари, там все, не фонари, а корбитки даже, они с корбитками тогда работали. Корбитки свои, все брали, там это туда-сюда, и, в штольню заходили, два человека, два, как говорят сейчас эти, попугая, или кто на этом, на современном тоже, один с винтовкой, один с автоматом. У входа в штольню нет побегов. Вот, вот кроме вот этого, Юрчинки, больше я не знаю. Вот. И вообще-то нет, побеги были, потому что сразу по радио, поэтому Кругляшов объявлял, что с Южного, или там откуда, или со Светлого, это с Битков, там лес пилили в основном. Вот, мол, сбежали двое, там, или один сбежал, там, его это, какой он, что, кто, полностью его. Значит, смотрите, в лес, дети особенно, женщины, дети, в лес не ходили. Смерть встал, уши отморозил из-за него. Представляешь, портрет его стоял на площади, вот, в траурной рамке. И все, и два человека, один справа, второй слева, по стойке смирно, два часа. А нас, как мы, ну, молодежь была, вот, и стояли ж сутками, понимаешь, сутками стояли, а нам, значит, мы стояли только час. И выпало нам как раз стоять и до 10 вечера. Все, до 10 вечера, уже позднее, за 10 часов вечера уже все, такие, как я, значит, не допускались. Ну, и что, а шапка-ушанка, а там морозы, эти мартовские, там, воу, там почти по 30, и за 30 бывали. И шапка-то завернута, в уши, и ты стоишь, не шею. Сколько наговорили так. А я не, я, я что-то, его думаю, слава тебе, господи, потому что я видел вот этих товарищей, которые как напьются, и потом по поселку всю ночь он ходит. «Да здравствуй, твой свечер, он и Сталин, наш вошед, и Сталин его туда на 15 лет забухал где-то в лагеря, а потом уже видят, что ему осталось всего ничего, его от сладерей-то на поселение туда наприть. Раз, и все, и он, беденький, как брашки, это и отвалит, и отходит всю ночь напролет, всю ночь напролет. Ай, мать-то, аж там на взрыт, вай-вай-вай-вай-вай-вай. Отец нет, отец, он больной был, он уже все. Так, помню, вроде говорил, да, сейчас может бардак быть еще больше. Японцев потом привезли туда тоже. Это 46-й, год, да, 46-й, где-то август месяц. Вот на Троицком я был. И вот тех интересные самые. Ну, значит, вот, по поселку идет там японцы, значит, сюда и все. А их же большую часть, центральную часть выселили в поселок. Кого в сомнительный, кого куда, значит, растолкали везде. и дома ж там такие стояли. Ох, отлично все. Ну, и вот идут, идут. Мы там на Сопкино, а там дорога около Сопки, Сопка-то крутая, градусов 35, наверное, вот, на Сопкино этой. С утра туда на эту Сопку сидишь целый день. И никаких японцев нет. Идут. А где они? Как они? Ползут, что ли? Где? Говорят, что все к сомнительному подвезли уже там все. К нам сюда их. Ну, и вот сидим, ждем, и я там же на это самое. Смотрим это самое. Идут. Какие же это японцы? Это наши солдаты идут. Вон, один с винтовкой, второй с автоматом. Ну, они только поравнялись там, мы сверху. А где японцы? А там идут. Сзади. Эти пошли, значит, уже, видать, им сказали, где там что. Смотрим они. Это самое идут дальше. Ну, ладно. Идут и потом идет один. Во, ребята, это чудо какое-то. Какие-то мешки на нем там, тут вещь в узлах, значит, и кланяется всем. Вот это японец. Ага, как оказалось, как какой-то младшего состава командирского. Японец, да. Вот это самое. Ну, а что его там орать им, кричали, так, а он направо и налево. И нам, пацанам, и тем, люди там есть, кто выскакивает, смотреть. Прошел туда, ну, знаете, эти двое забрали. В том, первая группа показалась, где-то человек около десяти идут. Паром, а так, пошли, немного прошли, идут, наши уже ведут их, ну, идут с ними. А где остальные? А там рыбачат. Где там, чего они рыбачат? лягушек увидели, рыбачат. Выгнать, говорит, нельзя. И залезли, потом уже рассказывали, часть залезла в воду, мутит, так, что лягушки на берег выскакивают. А вторая, говорит, хватает их, как вы рыбу наездеок, они на эти, на палки. И тут же, говорит, костер уже и жарят. И тут же это самое. Там поселок, вот я говорю, который отведенный, ну, там потом, как они начали, ты знаешь, там какой порядок был. Там попробуй плень, по-моему, и все, и готово. И тут же тебе и полковник японский появился у него. Сабля на жопе носил ее, с саблей ходил. И иезде, и всюду он с саблей. Он свободно кругом ходил. И кто свободно там, это японский медик. Он на лошади с батей они друзья были. Вот. Он даже когда приезжал в поселок, он к бате в гости заходил. Он по-русски говорил. Ага. И он с сестренки черри у нее соскочил вот в этом месте. Ага, вот здесь черри соскочил. И он увидел. О, мадам, мадам, маленький мадам, иди, иди сюда. Ну, и так, что, это все, он подошла. У-у-у, сейчас мы, сейчас, сейчас. Свои сумки берем. И это вот, ножницы есть, вот такие вот, вот. Кривые у этих. И он сразу, вот, 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 что-то так, он это самое, сам берет. А я смотрю, он берет ножницы, чмырки, эх, как она взвизгнула. Мать, тоже тут это. Отец, все, 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 что-то я там раз, раз, раз приделал. Все. Вот она часа два, наверное, выла после этого. Там все. С рукой, давай, через пару дней у нее ничего. И потом он уже, батя, сказал, у них, говорит, так, чирик, не лечат. И он, неизлечимая болезнь, говорит, и мечтает. А воней лечат ее вот таким методом. Работали. Ты что, вот у батя взвод был. Он вечерами сидел и Крис писал, кому, сколько. Кормежку-то им. Он. А так они, это самое. Он, когда попал под взрывы-то, что ли, они же бурили сами, все, взрывчатку, и вот у него два японца, это, помощники, все. Он, их оставил. Ну, и потом уже с батиной слово-то. Я, как сам, зажгу первый, уйду и вам крикну. Вы тогда зажигайте и, значит, тоже вот куда показал. Они уже понимали его по-русски. Ну, и те, или они что-то, или что. Короче, они, батя с ними зарядил, и он тут, чтобы зажгли, доверил. Вот. А батя еще не зажег, а они уже зажгли. И вот же драли туда, вот тут спрятались. Вот. Ну, и батя-то, когда свой бой зажег за бой, туда, а там-то уже горит. Ну, и они, взрывы-то пошли, они ему оттуда, что-то, русский капитан, твоя хорошо на два, шибко-шибко, Ну, и батя в коленку сюда, кусочек прилетел. Вот. ударил, и он идти не смог. Отстреляли, когда он оттуда выбрал, они увидели, что он идти не может. Ну, и вот они, интересно, говорит, тоже. Один, одну ногу на локоть, с другой стороны, вторую ногу на локоть, и руки так же, все, и бегом по штольни. И вот бегут, и набегу, прямо, перехватывают эти, и он тут, пустили меня, орал на них, там-то бесполезно, они так его вытащили. Ну, и потом, значит, все, старший японец этот, разбирался, почему, и что там, батя только его, говорит, подозвал, сказал, не тронь никого без меня. Все. Ну, там посмотрели, разбило, правда, ну, это все, согласованности, короче, не было, когда было, время, как зажигать. Надо же было план давать. Он один из стахановцев, это я узнал, когда ездил, ко мне проверять, набаджал один товарищ по технике безопасности, он, краевой товарищ, товарищ, онищенко такой был, вот, и он, когда Богданов, Богданов, значит, и он приехал, и потом, давай меня спрашивать, Богданов, Иван Иванович, кто тебе, я говорю, отец, о, вот меня и кто, и комсомолков, там, все, какое наказание, они меня, табу, не троньте. Он, меня, знаешь, сколько нападали, вай, 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 он говорит, все, табу, не трогать, все. И он мне, там, на Горине, свою избушку отдал, потом ее, Иванченко, спалил, кадровый охотник, туда, он ее спалил. Субтитры сделал DimaTorzok